Трям подписчики по гостям, я Джетли, и это очередной лог, потому что я не могу ничего снять нормального. Вторую неделю, вторую, третью неделю меня очень сильно, сильно так размазывало. Были ощущения, что я в компьютерной игре, были ощущения, что я в компьютерной пиксельной игре. И потом мне врач прописал Клофронил, я не знаю, что это, если кто-то из вас знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И еще одна вещь, вот, я нахожусь, и еще я буду немножко отращивать свои волосы, то есть не осветлять их. То есть не надо говорить, что у тебя неосветленные корни, я и так это знаю. Просто для того, чтобы сделать дрэды, волосы должны быть хотя бы сантиметров на пять здоровыми, типа неокрашенными и ничем не тронутыми. И если вы не знаете, как быть, у вас там жиденькие волосы, или они упадают, или еще что-нибудь, покупайте никотиновую кислоту. Желательно для головы, но это если вы найдете в разных магазинах парикмахерских. А так оно продается в аптеке, есть подобного вида, немножко измененная, потом вот это, никотиновая кислота. И вот эта атомильная баночка, в ней, по-моему, 50 таблеток. Чувствую я себя гораздо лучше, просто это, я не знаю, не знаю, с чем сравнивать больше. Такая спина побаливает, но это из-за неправильной осанки. Вот. И если кто-то хочет пойти к врачу, но боится, не бойтесь. Если вам попадется нормальный врач, то вам, в принципе, будет вообще не о чем бояться. То есть вся вот эта вот никотиновая кислота, она содержится в очень неудобных штучках. Я вам сейчас покажу прям. Вот в таких ампулках находится то, что поменьше. Вот. Не это, а вон там поменьше. И в ампулах. Я думаю, господи, ничего бы не сломать. Вот таких вот. Вот они, видите, они потоньше. Вроде как. А хотя нет, тут почти такие же, надо же. Ну, короче говоря, ломать их надо и брать шплиц без иглы. Без иглы. Не надо иголку. И вот так вот себе по пробору прибирать. Вот это масло намазывать. И хорошо это делать после мытья, когда у вас голова подсушена. Либо утром, если есть время. Вот. Окрашивать. Окрашивать. То, что у меня сейчас растет, я не буду. Потому что мы посмотрим, как ляля лягут. Как заплетутся дреды. Я не знаю. Мне кажется, никто не вправе осуждать человека за дреды. И еще вот маленькая, маленькая такая мысля. Это, если вы рисуете меня, вы попадаете на стеночку. Вот это мне нарисовал мой мастер по татуировочке. И если вы будете что-то рисовать, я буду распечатывать и клеить на стеночку. Здорово. По состоянию еще чуть-чуть должна заметить, есть небольшая сонливость. Но это от того, что я начала вставать в 8, в 9 часов, при том, что засыпаю в 12, в 11. То есть, вот эта вот штука, которую мне прописали, она делает из меня жаворонка вместо совы. Но мне не хочется спать больше. То есть, я встала, и у меня идет процесс, 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 процесс. Это очень классно. Ребята, просто, если вы ощущаете себя совсем плохо, если вы... Я даже не знаю, как сказать. Ну, просто... Вы будьте здоровы, хотя бы проверяйтесь. И вам большое спасибо за просмотр. Извините, что видео получилось такое короткое, но я сейчас еще немножко приболела. Вот. И вам спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok